Это, мне кажется, похоже на то, что ее показывают, да. Вот. Здесь уже есть некоторые итераторы, есть блок, который позволяет некоторым образом комбинировать последовательность. Есть обращение к ситуации. Вот. Ну и можно запустить ради интереса. Вот, скажем. У меня просто в мейк файле там уже биты все эти опции, чтобы топливом убивать. На самом деле у меня он достаточно старенький, то есть я не знаю, сколько ему потребуется времени, чтобы. Ну, скоро он закончится. Вот там он как бы на фоне происходящего. Следующий момент. Поскольку у нас секция, посвященная преподаванию электроники, вот вопрос может быть к вам. То есть мне был бы интересен фидбэк по использованию Майкро Теска в образовательных проектах. Да. Если порог вхождения низкий, то я бы его использовал. А вот чтобы порог вхождения был еще более низким, мы решили с коллегами написать каких-то материалов таких. Но они не то чтобы учебные, они такие наполовину учебные, наполовину похожи на мейтинг старту. А, да-да-да. Сейчас посмотрим в логике, как он успешно отработал или нет. Успешно, да. Успешно. Теперь можно посмотреть, что он успел. Это простая программа. Майкро Теска в том, что он успешно отработал. Конечно. Значит, надо как-то сказать, в двух словах, насколько это эффективно вообще. Знаешь, какая-то отцомка. Человек хочет видеть как раз. Нет, насколько это эффективно. Ну, вдруг там, да. Насколько... Ну, давайте сейчас пока посмотрим просто программу. Понятно. То есть здесь возникли, вот сгенерировались 4 ситуации от 0 до 3. Да, видно, что это вот комбинация из вычитаний и сложений. Но он был определен где-то в прологе, поэтому... Может быть в шаблоне было, я просто обратил внимание. И, собственно, инициализирующие коды. Какие, собственно, генивы данные? В данном случае для генерации данных использовался какой-то СОБР, наверное, Z3 или ZVC4. Ну, в настройку можно посмотреть. Насколько это все эффективно? Дело в том, что эффективность зависит от того, какие шаблоны напишет инженер верификации. То есть от этого, собственно, все и зависит. Насколько это эффективно. То есть инструмент не анализирует RTL и не генерирует там тесты автоматически. Ну, как-то же проверить его надо. Простите, а это тот самый Ивальников, который работает в институте проблем... В интернете... ССБИС, да? Так он был, де-факто, моим научным руководителем. Так я участвовал в проекте под руководством его аспиранта по написанию бэкэнда для порта Portable SIG Compiler имени Стивена Джонсона на электронику ССБИС. ССБИС. А так, кто был автоматом водителем? Ну, моим, значит, аспирантом, с которым мы это все делали, звали... Сейчас выйдет из звуковой фамилии. Ну, ладно. Но на самом деле, институт системного программирования это правоприемник института проблем кибернетики. Покрасающе. Причем, самое интересное, что только два дня назад мне такой коллега говорил, что он сейчас прямо работает с Стивеном Джонсоном, а, это самый... А, да, Витя Женицкий. Женицкий. Его коллегами были французов и кусиков. Вот. Они работали в 88-89-90-м году. Но они уже в институте у нас даже не работали в момент основания. То есть, как бы, команда Иванникова, она же... В 94-м. А, ну да, к твоему времени это уже все было... Но команда, она пошла там из ЭТМВТ, там из Дельты, то есть, как... Да-да, ну, Дельты, те люди имели отношение к Дельте тоже. Да-да, и некоторые оттуда, там, Сергей Суренович Грисарян, там, вот, они из той команды тоже. И Шмидтман. Мне просто на протяжении буквально нескольких дней оказалась connection, так сказать, как со Стивеном Джонсоном, вот таки, с группой Иванникова. Да, то есть, я должен был вообще после... Ну, то есть, там была идея, что я даже вот буду работать в группе, значит... Ну, после физтех, я, значит, улетел в штат, так что... Так вот, да. Мир тесенос. Вот, НИПС, это не единственная архитектура, которую мы поддерживаем. У нас есть, собственно, два коммерческих... На самом деле, чисто коммерческий у нас один проект, это ARM V8, это коммерческий заказчик. Второй проект у нас вот здесь коммерческий, но... Он используется в НИСИ, но он используется, так сказать, в ограниченном варианте. То есть, у них есть свой генератор тестового программ, но наши они как бы подключают, когда им там нужно что-то хитрое поискать, они нас подключают. Есть чистый исследовательский проект, спецификация PowerPC. Тут дело связано с авионикой. Авионика, она разрабатывается в основном на PowerPC, так исторически сложилось. И похоже, что российские конструкторы самолетов, они не хотят от этой традиции уходить. И институт, он, скажем так, участвует в проектах, связанных с разработкой авионики для МКМС-21. И здесь проект, на самом деле, цель не верификация процессора, интересный проект, он верификация, дедуктивная верификация программ на уровне бинарного хода. То есть, где нужно использовать семантику инструкций, уже после компиляции нужно провести верификацию на уровне бинарного хода. То есть, семантика языков программирования высокого уровня, она недоопределена. И нужно, собственно, использовать формальные спецификации. Есть чистый исследовательский проект, спецификация RISC-5, но он в зачаточном состоянии, мы его делаем просто как бэкграунд, нам это интересно. Вот. То есть, ну, в очень таком фоновом режиме просто. И, собственно, вот открытый тоже исследовательский проект X86, это, на самом деле, 16-битный X86. Мы его делали как демо-версию, с нами просто связалась команда из штатов. Одна. Я не знаю, может, это секретная информация, но мы с ними NDA никакой не подписывали, поэтому, я думаю, это открытая информация. Они находятся в Остине, делают... Где в каком процессе еще у нас? X86. Они делают AMD 64-битный для китайцев, то есть образовали в Остине какой-то... Ну, не часть находится в Остине, а часть в Китае. Мне какой-то концерт, консорциум по разработке серверного микропроцессора для китайского рынка. Но мы с ними поговорили, возможно, наша цена их не устроила, и что-то они отвалились. Как немножко скупится. Какие трудозатраты на спецификацию? Собственно, самый трудоемкий проект, это спецификация ARMv8. Вы потратили... Ну, здесь очень примерно, оценить на самом деле непросто, но примерно 30 человек и месяцев, и объем спецификации... Чуть меньше 20 тысяч строк хода. Спецификации системы команд ARMv8. Это тысяча с лишним команд. Ну, там достаточно много всяких расширений, то есть это и, скажем, симпт инструкции, и там есть какие-то криптографические инструкции, то есть это... Так, слушай, так-то в MIPS 64 тоже куча расширений... А в MIPS мы не касались расширений никаких... То есть в MIPS это... Количество расширений и всего этого прочего в ARMv8 очень сходно. В MIPS есть еще и в Малдзе Сейдинг и Станшн, в Девизион 5, в Си... Возможно, потому что, например, в MIPS мы касаемся только на уровне взаимодействия с НИИСИ, и на самом деле у нас ревизия 5, а у них, похоже, ревизия 2. То есть у них еще более ограниченный субсет, хотя у них есть там свое расширение CP2. Верторное расширение. Вот PowerPC это пока 122 инструкции, это некоторое подмножество. Но это делает один студент из высшей школы экономики. То есть процесс идет. То есть не быстро, но и идет. Нет, причем это достаточно, кстати, толковый студент на удивление. RISC-V фоновые процессы, x86 я примерно рассказал. То есть примерно получается специфицировать где-то 2-5 инструкций в день. Одним человеком в день. Но здесь трудозатраты, они разные. То есть там арифметические инструкции можно там штук 15 в день специфицировать. А, скажем, под систему памяти там уже все поинтереснее. Вот. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся написать какие-то образовательные материалы. На базе MIPS 32, которые есть на OpenForce, он очень простой. Там даже подсистемы памяти толком нет. Собственно, все обращения по FIS-адресам идут в память. Ну и просто на базе открытых инструментарий. MicroTask, Kikarus, GTK-Wave, QM и GCC с Benutils. То есть вот здесь, я не знаю, если какой-то от вас фидбэк будет, может быть не сейчас, может быть просто в процессе конференции мне было бы интересно услышать. Да, некоторые направления развития. То есть как мы видим развитие инструментов. То есть, во-первых, это онлайн-генерация. Это модная сейчас тема, мало что ей занимается. Я не знаю никого, кроме IBM, кто бы там афишировал как-то свои тулы, которые занимаются онлайн-генерацией. Когда такие тулы есть. Единственный тул, который я знаю, это Сжед Милл, разработанный в IBM. Собственно, суть в том, онлайн-генерация чем отличается? Генератор запускается на целевом процессоре. То есть это уже имеет отношение к постсиликан-верификейшн, когда мы получаем готовый образец микросхемы, и прямо на этом готовом запускаем генератор. И генератор уже работает на микросхеме, сам порождает некоторый код, передает на него управление, ну и так далее. То есть это стиль? Да, да. Нет, 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 нет. Это постсиликан-верификейшн. Здесь не отбраковка производственных багов, а поиск на опытном образце интегральной схемы ошибок проектирования. Это верификейшн. Вот, потом мы хотим генерировать симуляторы по спецификациям. Это достаточно просто. У нас есть спецификации, почему бы не генерить, скажем, симуляторы системы команд, которые потом можно встраивать в QM. Оценка тестового покрытия. То есть это, скажем так, поскольку в процессе генерации тестовых программ мы производим симуляцию, мы можем оценивать ситуации, ну, по крайней мере, их логировать, какие мы покрыли, какие мы покрыли, какие не покрыли, можно и спецификации взять. Настраиваемая компиляция. Поскольку у нас есть спецификации системы команд, можно подумать, как эту спецификацию использовать для генерации описаний для LLVM или GCC. То есть все там автоматизировать не удастся, но какую-то часть можно попытаться. И, собственно, как я сказал, верификация ПО с учетом силевой архитектуры, дедуктивная верификация на уровне бинарного кода. Можно использовать формальные спецификации, которые есть у нас. Это, в принципе, я рассказал. Это можно пропустить. Да, и просто пользуясь случаем, хочу пропиарить конференцию, открытую конференцию SPRAN, которая пройдет в конце ноября, в начале декабря. Дедлайн подачи статей, по-моему, середина октября где-то, но это можно узнать на сайте спросаутом.ру. Все-таки, если у вас только в перспективах оценка покрытия, то сейчас вы не знаете, что вы покрываете. Нет, нет, нет. Дело в том, что на самом деле вот этими вещами занимаются инженеры непосредственно, которые занимаются верификацией. У них есть свои... Они могут описывать покрытия, грубо говоря, на систем-трилоге. Писать эти кавериджи, бины. Но оно им не нужно. Нет. Мы генерируем стимулы, мы генерируем код, который они прогоняют. А они уже в процессе симуляции смотрят, какие бины покрыты, какие нет. И там создают свои институты. Но качество этих стимулов как-то можно оценить? Или на какую-то хоть, хоть какой-то метрик? Нет, никак. Нет, метрики, они вот, метрики, собственно, разрабатывают инженеры-верификаторы. Ну, я вроде, я вот по-крестьянски. Вот, допустим, я хочу купить ваш инструмент. Я так вот думаю. Наверное, он позволит. Ну, хорошо, я хочу скачать его использовать. Значит, вопрос. Он пока работает или нет? Он может как-то оценить? Какие тесты? Ну, вы же пишете, собственно, темплейты, да? Ну, темплейты вы пишете. Ну, хорошо, но... И вы пишете, по сути, как оценить качество ваших тестов. Ну, хорошо, но вдруг он работает так, что темплейт портится и ничего не тестируется. Такое может быть? Может, но это вы оцените своими средствами, когда там оценки сбора покрытия. Там, репорт генераторами. Я могу вам менеджерски сказать, что это используется. Вот есть два коммерческих проекта, где-то используются. Один это НИСИ, а второй я даже не могу сказать, кто это. Это крупная коммерческая компания. Ничего, они используют это. Мало ли, может, у вас коррупция, вы что-нибудь сговорились, то есть, кто его знает. А, знаете, вот тяжело, что-нибудь проект, а нет никакого понимания... Это понятно. То есть, если бы это была защита диссертации, это бы... Это вообще... А, кого другие критерии вообще должны говорить? Понятно, на самом деле, про качество. Есть одна такая фраза, как это... Применяется формальная квалификация. Качество результата зависит только от квалификации того, кто этот результат получит. Ну, это знаете как? Вот я, допустим, хочу, ну, не знаю, покрасить стену, да? Нет, это зависит от того, как я буду красить. Но если я куплю мышцую кисть, то ничего я не покрашу. Вы можете долго просто красить. Ну да, но я спрашиваю. Не-не, ну, смотрите, это же... Понимаете, тут как бы нужна не одна кисть. Тут должен быть там спех, широкий, широкий, да. Мы вам даем там, скажем, кисть, а много будет определяться от краски. То есть, поэзии, в ней щетинок много в этой кисти. Она красить будет вообще или нет? Щетинок много, да. Слово, она сколько, да. Чего не будет? Какую-то оценку. Она же вам, наверное, тоже в конце концов понадобится, чтобы говорить, вот смотрите, какой у нас хороший инструмент. Нет, 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 тут надо, понимаете, это как вот, например, я хочу купить компилятор, а хорошую программу я получу на выходе зависит от программиста. Отлично, вот у меня есть три, вот я компилятор открытал, от этого открытый, и вот вот параметр, скорость работы, объем кода, ну, хоть что-нибудь. Нет, скорость работы, то это можно оценить, и метрики, это все понятно. Мы же не говорим, что мы прицепляемся. Такого рода метрики можно собрать, там скорость работы. Ну, вот, ты же говоришь, там есть, как-то, чем-то, Genesys или Genesys? Genesys, да. Оно сравнивали, он лучше или хуже. А, он закрыт. Нет, ну, результаты работы. Скажем так, те, те, те клиенты, которые используют наш тур, говорят, что наш быстрее. Вот, ну, это что-то! Но они не говорят, как бы, такая именно скорость у того. Вот, кроме того, могу сказать, что они сейчас находят... Большинство своих ошибок, используя наш тур, у них два сейчас альтернативных. Это, ладно, не буду, есть инструмент. Обычный инструмент и наш инструмент. Вот, в случае нашего инструмента они находят сейчас больше ошибок. Но это, как бы, такие качественные показатели. Ну, вот тогда бы, как-то вам, кстати, свои точки зрения получить... Ну, потому что там инструмент, да, они все ошибки нашли, а это, с другой стороны. То есть, они как-то ничего не говорили. Ну, хотя бы, тогда, Михаил, знаете, вот, какой-то M сделал программу, в ней было известно все ошибки. Там, в GENESIS нашел 3, мы нашли 5. Вот, в KZ3. Для этого нужен процесс. Нет, тут вопрос в том, какие шаблоны были разработаны. На тех же шаблонах. А, на тех же. Да, они по-разному пишутся, разные конструкции. Ну, хорошо, на тех шаблонах, которые специально сделали так, что они, вот, как бы, максимально одинаковые, применительно к разному условию. Еще, в принципе, еще есть хорошая характеристика. То есть, это скорость въезда в инструмент. То есть, по... Вот нам сказали, то есть, мы сами не оценивали, что за два дня человек входит в дело. Кстати, скорость въезда в инструмент это важно. Потому что, вот, скажем, с UVM, например, там, с кем-то скорость въезда становится большой, после чего еще и люди проводят месяц и начинают решать проблемные инструменты вместо проблемы тестирования. Ну, вот. Ну, вот хоть какой-то, хоть не прямо измеримый показатель портал. То есть, он проще и, допустим, быстрее. Да, но эта фишка в том, что мы используем рубер в качестве языка описания шаблонов. То есть, это язык все-таки известный. Аду, а в Genesis какой-то свой, там, доморощенный язык описания шаблонов и доморощенный язык описания архитектуры. Стоит на вас надавить, вы начнете генерировать какие-то... ...этистики. Вот, преимущество у вас открытый и понятный язык проще. И циферок нет. Ну, хотя бы качественно. 30% быстрее. Все, вот. Кто вареет-то? 54%. Нет, я же не... И там, не просто, да, вот какой-то контроль, да, вот просто понимание. Вот, как-то так. Понятно, понятно. Спасибо. То есть, ну, фидбэк был бы полезен, то есть, там, я не знаю, какого рода информацию может быть осветить, там, в курсе пособий. Понятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова